Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС, в студии Анастасия Бойко. Сегодня выпуски. Громкое задержание пьяного стритрейсера. Необычные подробности обычной погони за лихачом. Троллейбус против автобуса или нелепое столкновение на конечной. Кто виноват в ДТП двух городских перевозчиков? Питер, мы с тобой. Акция памяти жертв теракта прошла в Новосибирске. Обычная проверка документов закончилась длительной погоней, громким задержанием, разбитыми машинами и арестом. Журналисты ДПС встретились с инспекторами, которые участвовали в гонке. Как долго проходило преследование? Что грозит горе водителю? И как остановили лихача? Смотрите в сюжете. 18 минут погони и 6 экипажей ДПС. За рулем Тойоты мужчина в возрасте. Оказалось, любит стритрейсинг и боится инспекторов. Автомобиль остановили на улице Советское шоссе Петухово. Инспектор подошел к водителю, попросил документы. Водитель сказал, что документов нет с собой. Инспектор пригласил его в патрульный автомобиль. Пошел к патрульному автомобилю. В это время водитель сел за руль и начал скрываться по Венаповскому мосту в сторону улицы Мира. Опыт управления есть, знания правил нет. Лихач умело лавировал между попутками на магистралях, виртуозно объезжал лужи и выбоины в частном секторе. Даже дрифтовал на заправке и пытался дезориентировать инспекторов. Кружил по дворам, подрезал встречные машины и показательно нарушал правила проезда перекрестков, светофоров и пешеходных переходов. Пока не попал в пробку, но и здесь отличился. Его машина врезалась в иномарку. Секунду решили все. В тот момент я выбежал к автомобилю, пытался открыть дверь, но дверь была заблокирована. Человек, сидящий за рулем, начал газовать. Сказал, что кричал, не открой, а газовал. Не вышел по-хорошему, достали по-плохому. Инспекторам пришлось заблокировать авто и разбить в Тойоте боковые стекла. Он заперся в машине. После того, как разбили стекло, он еще держался за руль, пытался препятствовать. Вытащили, надели наручники и все. В присутствии двух понятых он продул в анализатор алкоголя, в котором показало 215 мг на литр. После чего был составлен протокол по статье 12.8, часть 3, потому что водитель был лишен права управления, который скрылся с места ДТП по статье 12.12.27. Он доставлен в отдел полиции. Больше водитель не сможет устраивать ралли. Ему грозит арест, лишение прав за пьянство, уголовная статья за неповиновение сотрудникам полиции, а также многотысячные штрафы. Их сумму определит суд. Пьяных водителей, как наш первый герой, 17. И это всего за один день. Еще 9 человек отказались пройти проверку на трезвость. И 2410 автомобилистов получили штрафы за нарушение правил. О том, каким последствиям приводят их нарушения, расскажем в сводке ДТП. К счастью, сегодня погибших нет. Лексус и Вольво столкнулись на главной Новосибирской улице. В отделе Вольво рассказал, ехал в сторону площади Калинина. Внезапно в заднюю часть его авто врезался внедорожник, который поворачивал на Дмитрия Донского. Пострадавших нет. Пятерка врезалась в Субару. Иномарка осталась без бампера. ВАЗ выезжал со второстепенной дороги на главную. Водитель не пропустил попутки. Пятерка столкнулась с Легаси. Водитель отечественной легковушки вину признал. Теперь выплаты по его страховке покроют затраты на ремонт японского седана. Два грузовичка разбились в лобовом ДТП на улице объединения. Машины ехали навстречу друг другу. В какой-то момент водитель Пиата не справился с управлением. Грузовик выбросил вправо на противоположную полосу. Газель затормозить не успела. В передней части машин придется восстанавливать. Троллейбус врезался в автобус. Пострадавших нет. Нифа стоял на конечной остановке. Электробус выезжал в рейс. Водитель решил объехать автобус. Резко надавил на педаль газа, но не рассчитал дистанцию до попутки. Штрафир троллейбуса признался. Его ослепило солнце. Кия и Мазда не поделили перекресток. Рио выезжала с Кашурникова. Фамилия со встречной улицы Есенина. На кольце Кия врезалась в заднюю правую часть Мазды, которая поворачивала налево на Лежена. Подушки безопасности уберегли участников аварии от травм. Далее в программе рубрика «Две беды». В ней собраны видеокадры аварий, которые попали на записи регистраторов участников ДТП, а затем оказались в интернете. Здесь и забавные истории, и печальные инциденты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Объединиться, чтобы поддержать. Девять дней назад в городе Наневе прогремел взрыв. 14 человек погибли, 45 получили тяжелые травмы. Акция памяти жертв теракта прошла сегодня во многих городах страны. Новосибирск не стал исключением. Питер, мы с тобой. Это первые кадры после теракта. Самодельную бомбу из поражающих элементов оставили в вагоне метро. Мощность примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Еще один неразорвавшийся снаряд, замаскированный под огнетушитель, вовремя обнаружили на другой станции. Несмотря на панику, горе и страх, петербуржцы всему миру показали свою сплоченность. Большое спасибо сказать питерцам за то, что они преподали нам такой урок человечности, взаимовыручки, помощи друг другу. Все начинается с культуры, с культуры человеческого отношения друг к другу. Если мы будем такими всегда, нас никто не сможет победить и нам самим будет комфортнее жить. Новосибирские экипажи ДПС, транспортные предприятия и общественники объединились и выстроили из машин слово «Питер». Причем из автомобилей такси. Это не случайно. Так как метро было перекрыто, то, соответственно, благодаря слаженной работе таксистов, которые просто бесплатно оказывали помощь, не было транспортного коллапса. И мы с Новосибирской таким образом хотели поблагодарить их, а также выразить соболезнования, конечно, пострадавшим в теракте людям и погибшим, также близким обязательно погибшим и пострадавшим. Здесь 50 машин, хотя желающих принять участие в акции было в 300 раз больше. Новосибирск скорбит и поддерживает. Против такой беды и такого горя. Люди должны быть солидарны между собой, должны объединяться все. Нет безразличия к этому. Погибли невинные люди, которые ни в чем не виноваты. Такое событие, которое один, второй, третий террористический акт. Я не могу оставаться равнодушным. Гибнут, страдают люди, и это может случиться где угодно. И всем нужно проявить бедительность, и всем нужно друг друга поддерживать. После событий в Петербурге полиция всей страны работает в усиленном режиме, чтобы не допустить новых террористических атак. В Новосибирске вышли в смены дополнительные экипажи ГИБДД. Конечно, здесь усилились и досмотровые мероприятия, которые проводили сотрудники ГИБДД. Создавались определенные группы, которые работали на отдельных участках и отрабатывали въезды, выезды из города. Проверялись автобусы, которые прибывают у нас с других регионов, с ближайшего зарубежья на территории нашего города. Такая работа, она велась и будет продолжаться вести. Акция «Питер. Мы с тобой» прошла уже в Москве, Симферополе, Абакане, Иркутске, а также Кургане, Владивостоке, Челябинске и сотнях других. Безучастными к питерской трагедии не остался ни один российский город. На этом все. Если вы стали свидетелем ДТП или вам необходима оперативная консультация юристов, госинспекторов или журналистов, присылайте информацию на электронную почту, адрес которой указан на экране. Берегите себя и не забывайте, «Самая лучшая дорога – это безопасная дорога домой». Для вас работала я, Анастасия Бойко.